Куба Куба. Легендарный остров свободы. Куба. Легендарный остров свободы. Кадры и кинохроники возвращают нас к сутям 1959 года. Героическая повстанческая армия во главе с Фиделем Кастро свергла режим диктатора Батиста. В истории этой небольшой латиноамериканской страны начался новый этап. Уже более двух десятилетий Куба строит социализм. Главная проблема, которую решают сегодня кубинцы, создание современной многоотраслевой экономики. Это прежде всего интенсификация сельского хозяйства. Важнейшая специализация страны выращивание и переработка сахарного тростника. Он занимает больше половины всей обрабатываемой площади. Тяжел труд рубщика Мачетеро. Сейчас на плантации пришли комбайны, созданные в тесном содружестве советскими и кубинскими специалистами. Но в сезон рубки сахарного тростника, сафры, машинной техники не хватает. На помощь приезжают добровольцы из городов, в первую очередь молодежь. Убранный тростник сразу же перерабатывается. Рядом с плантациями расположены сахарные заводы, централи. Куба – ведущий производитель и экспортер сахара в мире. Орошаемые земли отданы под плантации риса – основного продукта питания кубинской семьи. Посадка и уборка риса полностью механизированы. На полях работают машины из Болгарии, ГДР, Советского Союза. Табак, цитрусовые, традиционные экспортные культуры. Так же как бананы, манго, ананасы – эти экзотические плоды кубинской земли. С созданием своего рыболовного флота Куба стала экспортером и продуктов морского промысла. Круглосуточно работает гаванский порт – главные морские ворота Кубы. Сюда из стран СЭФ наставляются машины, станки, оборудование – все, что необходимо молодой республике для развития собственной промышленности. Ещё совсем недавно Куба была аграрно-сырьевым придатком Соединённых Штатов Америки – островом сладости и табака. А сегодня здесь появились предприятия электротехники и точной механики. Первенец отечественной металлургии – завод имени Хосе Марти – даёт сталь, необходимую для машиностроения. Индустриальное развитие Кубы в значительной степени определяется её аграрно-промышленной специализацией. Поэтому в первую очередь создаются отрасли, обслуживающие сельское хозяйство. На востоке страны вошёл в строй завод тростниково-уборочных комбайнов. Здесь же при содействии Советского Союза построен крупнейший в республике завод химических удобрений. Восточный район, в прошлом самый отсталый, стал сегодня и центром горнодобывающей промышленности. В провинции Ориенте ведутся разработки никелевых руд, запасы которых имеют мировое значение. Уже сейчас никель – вторая после сахара статья кубинского экспорта. Одна из сложных экономических проблем Кубы – создание собственной энергетической базы. Нефтяные месторождения разведаны на севере страны, но найденные там залежи нефти незначительны. Крупные теплоэлектростанции работают на привозной нефти. Будущее кубинской энергетики атомной станции. Первая атомная строится с помощью Советского Союза недалеко от столицы Кубы – Гаваны. Гавана. Этот живописный город раскинулся на побережье Мексиканского залива. О временах испанского владычества напоминает архитектура старой Гаваны. На старинной площади – памятник Христофору Колумбу. Великий мореплаватель открыл этот остров и назвал его самым прекрасным на Земле. До революции Гавана была местом отдыха богатых иностранных туристов. А сегодня к ней пришла слава крупного культурного центра – города научной мысли. В бывшем Капитолии, где заседал буржуазный парламент, работает Академия наук Кубы. Гаванский университет, крупнейший в Латинской Америке, выпускает специалистов для народного хозяйства республики. Молодое поколение столицы уже не знает тесноты старых гаванских трущоб. На окраинах города выросли новые благоустроенные кварталы. Сбылись мечты национального героя Кубы Хосе Марти. В трудной борьбе отстоял кубинский народ свою свободу. Сегодня он уверенно смотрит в будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok